Встречайте Рустор! Новый магазин приложений. Рустор — это широкий выбор. Гарантированный доступ к приложениям. Можно обновлять. Здесь безопасно. Рустор — официальный магазин приложений для Android. ВК — место встречи. Во, и это всё? Мы столько денег потратили, чтобы вот это получить. О! Ой, господи! О! Да чё хорошего, блин, а? Мы это оставили под конец, потому что это большое, тяжёлое. Это дорогая херовина! Всем привет, всем привет! Меня зовут Костя Павел. Сегодня у нас мега большой выпуск, как в очень старые древние времена, когда я открывал 50 посылок с Алиэкспресс. Но сегодня у нас 50 посылок с Джум. И это не просто посылки. Это всё мистери-боксы, которые стоили там порядка тысячи, там, ста с чем-то рублей. То есть, короче говоря, здесь на 50 тысяч рублей товара. И, видимо, у производителя не хватило на всё вот таких вот коробок. И часть они прислали, но как-то вот так вот. Как попало, короче говоря. Дело в том, что на моём втором канале Павла Флайт очень хорошо зашли посылки с Джума. Там ролик просто топовый. За два месяца 110 тысяч просмотров набрал. Я бы сказал бы, ноги моей на Джуме больше не будет, если бы я увидел вот это вот всё. И я подумал, чё б и нет. Заказали сразу 50 штук мистери-бокс. Приступаем. Ну, посмотрим. Короче, давайте, ладно, хрен с вами. Начинаем, всё. Просто будем каждую оценивать. Окупилось, не окупилось. Ну и, собственно говоря, смотри, что нам вообще китайцы эти положили. А они нам положили робота. По-любому он больше тысячи стоит. Я вот прям вот это чувствую, прям. Вот такой вот у нас робот. Смотри, что творили. Ага. О, вверх. Это у нас скрытая IP-камера видеонаблюдения робот-электроника 80. 3150 рублей. То есть мы одним только роботом сразу три посылки окупили. Иу. Так, идём дальше. Тут что-то вот такое прям сразу не готов сказать, что это. For Smart Phoner. А, это, видимо, сразу всё развалилось, блин. Ну, чё-то, короче говоря, ты смартфон сюда вставляешь и чё-то с ним делаешь. Вот так вот здесь выдвигаешь. Ну, короче, для удобства просматривания всяких штук. Это окупиться точно не могло. Мне кажется, это в лучшем случае стоит там рублей, ну, 300, согласитесь, да? Сейчас, короче, так и будем. Что-то у нас будет окупаться, а что-то у нас будет не окупаться. Блин, опять какие-то держатели для телефона. Вот такой вот PH-23. Ну, таких фиг на самом деле у нас уже столько было. Блин, она клёвая, кстати. Итак, продолжаем снимать. У нас тут просто с 34 камер всё теперь происходит. И мы смотрим, что... О, вот это у нас что-то секретное, потому что это у нас в белой упаковочке. Блин, что-то она какая-то просто белая коробка. А в теории может быть, что она пустая? Нет. Думаете, нет? А, нет. Ну, блин, вот это провода, господи, ну, сколько они там стоят? 50 рублей. Ой, тут прям что-то тяжёленькое. Это типа, я так понимаю, фотокамерка. Смотрите. Что-то миллион карточек каких-то. Яйцо какое-то, бургер. Так, милк. Бург. О, бред. Бред. Ну, это, короче говоря, я так понимаю, либо для изучения английского, либо для детей, да. Кстати, прикольно, слушайте, эту бы я даже оставил себе детишкам своим, ребятишкам. Пускай они тыкают, узнают новые слова на английском языке. Если честно, я думал, что этот предмет нам тоже очень много чего купил, но нет, 873 рубля, блин. Что ж такое-то, а? Да что ж такое-то? Я думал, честно говоря, сейчас мы здесь просто капец как окупились, но нет. Такая вот фиговина стоит не так уж и дорого. Так, идём дальше. Блин, у меня просто... Коробку берём. Коробку берём, коробку, конечно, потому что, блин, мне кажется, в коробке самое интересное. Может быть, будет, а может быть и нет. Опять какой-то робот. Вы что, совсем что ли, а? А, да ну не. Ой, да вы чего? Ну, это, дай бог, 100 рублей, блин, стоит. Во, и это всё? Я так понимаю, что это, типа, держатель для телефона, но, блин, это, конечно, капец. Так, пока что я чувствую, что мы в лютом минусе, серьёзно. Короче, изображён здесь, короче, персик. Вы что, серьёзно, что ли, а? Мы столько денег потратили, чтобы вот это получить. Что, нравится? Всё нравится? Всё нравится, если бы это стоило 300 рублей. Да это и стоит, мне кажется, столько, блин. А, ты имеешь в виду, ну да. Капец. Что-то, мне кажется, они просекли нас и такие, типа, закидываем всё подряд. Они их заказали на 50 тысяч. Что это? Питьевая. Чё-то прям вообще, ребят. О, наши любимые наушнички. Вот такие наушечки нам попадались просто миллион, миллиард раз. Если хотите получить такие наушнички, да и вообще, в принципе, всё, что мне сегодня попадётся, пожалуйста, переходите на халявный Павлов, телеграм-канал. Там столько халявы, что просто, блин, обалдеть. Многие люди, которые там сидят, они говорят, тут столько халявы. Я вам серьёзно говорю. Люди хотят купить. Люди. Нет. Люди купить хотят. Ну, потому что, ну, это говно. Я даже такое продавать не хочу, ребят. Я, правда, такое продавать даже не хочу. Хуё. Хуаха. Тут что-то приличное, ребят. Короче говоря, переходите на халявный Павлов. Ищите пост вот с... Сейчас скажу с чем. Вот с этим вот. О, и пишите там хочу. И всё. Это всё, что от вас требуется. Как письменько маленького мальчика. У-у-у. Есть. О. О. Только. Грюмка водки на столе. Ветер плачет садом. Тихо бою. Ой, 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 ой. Не знаю, повезло вам или нет, но стоимость этого аппарата где-то 3,5 тысячи рублей. Так что есть за что побороться, на самом деле. Переходите на халявный Павлов. Оставляйте, говорите, хочу там, оставляйте. Короче, любой комментарий. Розыгрыш будет специально. Там будет кнопка участвовать. Ой, пауэрбанки пошли. Пауэрбанки наши любимые. Самые обожаемые предметы на халявном Павлове. Это вот такие вот пауэрбанки. 20 тысяч миллиампер, пожалуйста, переходите. Либо мы за 50 рублей разыграем, либо мы вам их продадим за копеечки. Копеечки это сколько... Ух ты, Лего. Мир кубиков, ребят. Ниндзяго. Ниндзяго. Это реально Лего. Ой, что там написано? Я по полу... Почему это 6 плюс? Это гау-гау. Неужели пятилетний мальчик не сможет собрать себе такого вот? Ну, короче, подобие Лего. По-настоящему мир кубиков. Не знаю, сколько такое может стоить. Ну, не больше реально. Реально это больше и не стоит и... Блин, я боюсь коробку поцепают в самоте. А, здесь просто белая коробка. Чё её... Чё её жалеть? Жалеть её нечего. Поэтому мы открываем... Опа! Блин, закрой! Закрой обратно! Да. Ну, короче, это в машину держатель. Да. Не-не, сейчас, сейчас, сейчас. Чувствую мы окупимся. Просто по полной. Потому что следующее у нас это колонка ХОКО. Колонка. Таких колоночек у нас просто миллиард и пруд пруди. А вот это как будто вообще с Алиэкспресс. Опять у нас робот, который наблюдает за всеми. Смотрите. О, это Space. Так выглядит. Опа. И Илон Маск такой, хеллоу. Илон. А, вау. Что это такое? Я не знаю. Нет, это этот, увлажнитель воздуха. А принесите мне водички, ребят. Принесите мне водички срочно, ребята. Где вода? Так, наливай сюда. Всё уходит. Куда? Слишком много будет. Что-то происходит. Но пока что ничего не происходит. Ну, короче, хрен знает. Ладно, пускай она здесь стоит. Заработает, заработает. Нет, ну что мы можем поделать? Покемоны. Мне кажется, там какая-то это... О, о, о. Дело. Попёрло дело. Смотрите. Что, она без этого? Да? В любое место ставишь и всё. Не, вы уверены, что вот это пришло с джума? Да, нет. Вот это вот? В одной большой коробке. Что это такое? Ты сюда трусы свои положил по-любому. Серьёзно? Yes, of course. О. А, это какая-то типа сумочка. Почему мы брали, а мистери бокс типа с техникой же была? А вот почему вот это-то вот? Что в этом техника? Ой, господи. Дай мне сил. Пока что идём не очень хорошо. На Павлов. Конечно. Это просто удлинители для вашего компьютера. Давайте все удлинители сейчас откроем сразу. Давайте откроем. Не, ну согласись, если бы ты вот заказал только те, которые были вот с роботами, тебе понравились. Ну если бы мне попали столько роботов, это конечно. Но в целом получается, что из 50 человек, ну как бы, получают не так уж много нормального товара. Какие-то одни провода. Ковчим, вот эти сейчас открываем, потому что это реально какие-то одни провода. Я вот прям чую. Я прям чую. Ну, это просто оно легчайше. Вот смотрите. Вот так, блин, смотрите. Ну реально, одни провода. О-о-о-о. Чё ты не... Это PSP, ребят. Вау. PSP. Самое настоящее. О, здесь должна быть табличка сарказм появиться. Слушайте, здесь даже сосочек есть. Хрена себе. Да дело не в приятности, а в том, что он есть. Настолько приятный сосок. Вот она. Здесь столько игр. О, да точно, я помню эту игру, блин. Ганг-фу. Ганг-фу, мне кажется, это что-то какие-то драчки. Ой, точно, сейчас буду махаться. Блин, это игра, где идешь справа налево. А, нет, это вообще на месте стоишь. Хуя. О, хуя. Сколько такое интересное стоит, а? Пацаны, вы готовы, блин? Да. Готовы? Да. Готовы? Мы окупились, блин. На 6 рублей. У-у-у. 1006 рублей стоит такая игрушка. Ну и, конечно же, мы ее продадим или разыграем на халявном Павлове. Переходите и получайте вот такую-то игрушку, которая, честно говоря, бьет вот прям по сердцу очень сильно, потому что ты ностальгируешь и играешь в нее бесконечно. У-у-у. Давай сначала здесь все откроем. О-о-о-о, тяжелая артиллерия у нас пошла. Это у нас вот такая вот колоночка ХОК. Слушайте, она прям не просто ХОКО колоночка, она прям какая-то очень-очень басистая, здоровенная ХОКО колоночка. Ну-ка, я хочу ее проверить. Блин, смотрите, какая тут упаковка в упаковке. Только из одной колоночки можно было бы сделать целый выпуск. А почему так не сделают? Ебать, там плюсы. Охрен, да, да, да. Ну, зато не промажешь. Китайский тоже говорит. Е-е-е, она прям... Так, давайте, сейчас бахнем что-нибудь. Неплохо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, не, ну, нормально. Цена, не, вот ее нужно узнать. Потому что, мне кажется, она как раз-таки окупила сразу несколько посылочек. Как я и думал, колоночка, конечно же, окупает, но всего на 300 рублей. Всего, реально. Ну, по ощущению, она стоит, блин, тысячи три, не меньше, блин. Всего 300. Так, тут прям что-то тяжеленькое. Мне кажется, это опять какая-то колонка. О-о-о, слушайте. Колонка в виде бутылки. То есть колонка, на которую можно сесть. Боже, какая шутка. Нет, смотрите, она топовая. О, смотрите, как она прям. Элитная колонка. Какая-то элитная колоночка. О-о-о. Вот это да. Конечно, разряжена. Падла такая. Почему-то именно вот она разряжена. Итак, вы готовы? Да, я сейчас не шучу. Потому что вот эта вот бутылочка купила почти сразу три посылочки. 2840 рублей. Идем дальше. Коробочка вот такая вот. Опа. Опа. Как говорится, коробочка-колоночка. Какие-то наушнички вот такие вот. S500. Опа. Это что-то тяжеленькое. Это что-то тяжеленькое. Потому что здесь не один предмет. А здесь сразу их два. Это вот такой вот проводочек. И фонарь плюс колонка. Вот такая вот. Так, идем дальше. Блин. Ну, вот это, конечно, расстраивает. Она просто наилегчайшая. Наилегчайшая, потому что здесь что-то вот такое вот. А что это? Это же вот как тот был. Чувачечный. Только вот такой вот чувачечек. Да. Все. Это держатель для телефона. Тоже, блин, дай бог 200 рублей их стоит. Мне кажется... Наукра с волоком. Да, да, да. Это просто какая-то невесомая коробка. А потому что здесь вот такие вот наушнички. Да что такое, блин? Просто какой-то кобздец. А, ну это вот такая автомобильная держалка. Так. Все, что было на столе, кроме вот этого, мы уже вскрыли. Здесь прям что-то интересненькое. Давайте переходим к тому, что у нас сзади находится. Кока-кола! Вы видали, а? Смотрите. Кока-кола? Кофе кап. Ух ты же. Вот это... Не, я сейчас без приколов. Это очень клевая штука, потому что у меня есть настоящий такой стакан кока-колы. И он очень удобный. Ну, просто ты наливаешь туда кофеечек, чаечек, что-нибудь. И это как типа термосик. Красивенький. И едешь. И пьешь. Не, никакого экранчика нету. Пока. Ты что сейчас сделал? Включил. Так, отключается. Хрена себе. Он пока сколько... 26 градусов сейчас здесь у нас. А я думаю, что только жарко, блин. Так, ребята. Давайте дальше. Вот, что-то тяжеленькое, наконец-то. Ах, непонятно. Это у нас еще одна колонка Хоко. Это неплохо, извините. Не, это неплохо. Да, я не спорю. Но у меня есть... У меня есть ощущение... Да блин, это я за все это 50 штук отдал. Ты угораешь, что ли, а? Ну что? Это просто гора наушников, колонок, пауэрбанков и всякого. Алло, алло. Да что хорошего, блин, а? Ну не за такую же цену. Если бы я за все это отдал 20-ку, я бы даже сейчас бы не спорил. Ну блин, ну это полтинник. Полтинник это капец. Просто полтинник. Вот оно, вот оно. Чувствую. Ну чувствую, да. Мне кажется, это очередной термос какой-то. Вот это прикольно, реально. Куда ты убрал? Оп. Блин, ну пить неудобно, реально. Ох, не знаю, пацаны, серьезно. Я прям чувствую, 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 что здесь прям, ну... Не окупимся. Не окупится. Прямо есть такое чувство. Но мы в надежде. Блин, я знаю. Вот эта херня стоит 300 рублей. Это, дай бог, 100 рублей. Четыре. А, еще что-то упало? А, ну еще 100 рублей. Хреново пошло, ребят. О, наши любимые наушнички. И вот такие вот заряд. Тут дофига одинаковых почти предметов. А что там? Вот почему туда убрали? Они что-то знают? Ну посмотрим, посмотрим, ребят. Конечно, самое интересное. Это в конце ролика. Да, наверное, да. Тут, короче, пошли какие-то коробки, где дофига вот всякого вот этого хлама. Серьезно. И опять лего. Ой, слышишь? Опять лего. А я вот такой видел у таксиста. Он вообще, знаешь, как красиво светится. Попробую его оборвать. Да. Охренеть. Офигеть, как круто. Смотрите, как он переливает. Круто. Ну, клево, да. Не спорю, прикольно, да. Забавно. Полторы тысячи стоят, ребят. Полторы по-любому. Иу. Нет. В целом прикольно. Правда, для выпуска клево. Но если вы соберетесь покупать себе Мистери Бокс с этого... Ух ты. О, так подождите. Это же дорогая херовина. Это дорогая херовина. Так, ну я рад, что это окупилось, но не рад, что это мега подешевело. Короче говоря, 4695 рублей у такой адаптера. Что говорит нам о том, что сразу 4 посылочки у нас окупились. Ну, ты реально понял, как казино? Ну, да, да. Все в жизни вот как-то так. Где-то ты окупаешься, где-то нет. Ну, короче говоря, вот представьте, что вы заказали себе один такой вот Мистери Бокс, да, и вам вот такие пришли провода. Вы расстроены. А вы заказали такой Мистери Бокс за тысячу, и вам пришло такое. Вы, конечно же, рады. Ай, что это? Лапа с феткой. Техника, да, и какие-то салфетки. Давайте откроем и посмотрим. Это реально про... Нет, это не прокладки. Я только экран буду стирать точно. Это салфетки. Фух, слава богу. Нажные, нет? Да нет, обычные салфетки. Всякого говна назаказывались. Так вот, по-честному, просто... Да уж. Вот это интересно. Это можно проверить. Так, ну, в целом, похоже, типа, как от PlayStation 5. Кроме того, что сосочек находится не здесь, а здесь, как на Xbox. На удивление, прям, на удивление. Давайте, твоя цена сколько? Тысяча. Тысяча пятьсот, Саня? Пятьсот. Пятьсот. Две тысячи девятьсот девяносто рублей. Сразу три... Охренеть, а чего он такой дорогой-то, а? Слава богу. А, вот геймпад PS4. Как геймпад? PS4? Геймпад. А, геймпад для PlayStation, а не для телефона? Серьезно? Это надо проверить. Ё-моё, оно работает. Ну-ка, серьезно? Охренеть. Вы что, вы серьезно? Ну-ка, давай, заходи сейчас. Слушайте. Блин, ты что, реально прям вот так вот работает, офигеть. За три тысячи? Он что-то еще вибрирует. Ой-ой-ой-ой, хорош. Бей, бей, бей. Ё-моё, Станго, блин. Есть. Но. Бей. Гол, есть. Есть, смотри, смотри, смотри. Гол, гол. Гол, гол. Один-один. Все. Короче говоря, джойстик испытан. Джойстик очень точно хороший. Единственное, он же очень странно вибрирует. Он такой вот, как-то так это делает. Но, но клевый джойстик. За три тысячи, охренеть, но. Давай, по-моему, распространяемся. У меня реально она как будто пустая. Вот просто представьте. Вы заплатили тысячу сто рублей. Вам приходит вот такой мистери бокс. Вы такие, типа, что? Мне там, не знаю, газета пришла. Что? Что там? Ты просто капсдец. Охренеть. Костя ZZZ. Да, Костя ZZZ. Вы просто вот представьте. Вдумайтесь. Вдумайтесь. Вот вам только что у вашего соседа попался геймпад за три тысячи, а вам вот такая вот хероборина за сто рублей. Вдумайтесь, люди. Ну, с другой стороны, понятно. Ну, а на чем вам еще зарабатывать? Ну, если так вот вдуматься. Ух ты, вот этот наушечки, это понятно. А тут вот этот вот медвежонок, который сейчас просто все за ним гоняются. Не, на самом деле хероборок. Это колонка? Ну, да. Китай его пошел. Херня. Так, ну, слушайте, сейчас мы уже побыстрее пошли, потому что тут всякая фигня. Колесо. Вот, пауэрбанк. Это наша любимая. Пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер. Где его можно будет купить? На халявном Павлу. Переходите и за копейки покупайте. Да, за копейки, да. Понятно, что, ну, не знаю, у меня вот чисто по ощущению мы уже, конечно, не окупимся. Вот такой вот держатель для телефона. Селфи-палка с блютузом. Да. Ну, кстати, может что-то стоить. У меня была надежда, что оно окупает. И оно окупает. Тысяча двести девяносто рублей вот за такую селфи. Палочку. Идем дальше. А, ну это просто опять у нас держатель для разных смартфонов. Господи, это же эта фирма. Как у Сига. На которой Столяров смеялся. Помните? Как у Сига, говорит. Как у Сига. Это от слова каку и Сига. Кури какаш. Да я очень сильный. О, это у нас и пауэрбанк, и сразу наушнички. Нормально. Переходим к самому интересному, как мне кажется. Еще вот туда. Ну, хрен знает. Оно как-то, по крайней мере, необычно выглядит. О, это у нас. О, тостерницу. Ну, конечно, качество ее просто капец какое-то. Правда, она вся такая ушатанная. Все, мы идем к финалу. У нас осталось всего четыре коробочки. Так, ну, здесь у нас все по стандарту. Наушнички, телефон. Телефон. Я уже заговорился. Наушнички и пауэрбанк, я хотел сказать. Ой, ружичи вынесло. Не спешно. Если первый раз я ошибся, то второй раз... Тут по стандарту у нас... Часы и зарядное устройство? Да. Господи. Это предпоследнее. О, как у Сига. О, часы. Все, ребята, мы наконец-то дошли до этого. Не знаю. Мы это все сдали. Мы это оставили под конец, потому что это большое, тяжелое. И... Мне кажется, это какой-то, может быть, чайный набор. Да, вот там написано. Да, да, ребят, это, короче... Блин, вот это может быть, кстати, даже дорогая штука. Смотрите, у нас здесь проливочная. То есть здесь мы проливаем чаечек. Здесь мы пьем его. Завариваем. Завариваем, да. Проливочку сделали. Макс, брат сейчас там загибает. Конечно, ты что? Он уже просто смотрит на все это и думает, господи, как же повезло констрировать. Смотрите. Это как для детей, знаете, чтобы она не проливала. Да, не проливай. Охренеть. Вот здесь заварил. Потом такой... Налил. Выпил. Закрыл. Блин, ну вот это, может быть, реально что-то и стоит. Издревле в Китае всегда любили изысканный китайский чай. Соответственно, сегодня я тебя хочу угостить. Сделал для тебя чайную церемонию. Мы берем чай Ахмат, который вырос на столетних липах. И по старинной китайской традиции высыпаем. О, слушай, нет, ну это слишком дорого, слишком вкусно получится. Я уже чувствую прям. И заливаем 60-ти градусную кипяткочку. О, слушайте, это кайф. И это первый пролив сейчас. Наливаем первый пролив пошел. Второй пролив пошел. Ну все. Мы вдвоем. Самый вкусный, это самый сок. Чинь-чон? Чинь-чон обязательно. Ваше здоровье. О, слушайте. Я бы не рисковал. Чувствую черносливым пахнет деревом. Ммм, какой чудесный чай. Я тебе говорил, первый пахнет самый вкусный. Анартиза заварил? Да, 20-летний. Я чувствую 20-летний чай. Пакетированный чай вы заварили? Нет, нет, это из китайский. Исконно китайский. А под конец случилось то, что мы не ожидали. Выключилась петличка, и мы это не заметили. Поэтому я вам озвучу то, что я говорил. Вот эта поилка оказалась стоила полторы тысячи рублей. Так что зря я вам не сказал об этом в самом выпуске. Но самое потрясение для меня был вот этот чайный набор, который оказался 5 тысяч рублей. Тоже зря не озвучил вам это. Так что давайте посмотрим уже финальную сумму. Сначала увидели ее вы, и это оказалось 45 тысяч рублей. И потом увидел я. И как вы видите, я расстроился. Потому что это, конечно же, не покрывало мои расходы. Напомню, что все посылки мне обошлись примерно в 55 тысяч. А здесь всего 45 тысяч рублей. Также мне ребята напомнили, что оказывается, среди вот этой вот кучи посылок мы не заметили, что не вскрыли вот эту. Вот. Поэтому решили ее вскрыть на халявном пауле. Переходите, смотрите полностью отдельный небольшой ролик про эту посылочку. Ссылка находится в описании. Так что ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, оставляйте любой комментарий. С вами был Костя Павлов. Всем пока. Иу! Несмотря на то, что колонка долгое время заряжалась, она почему-то не включается без зарядки. Но давайте попробуем все равно. Нет, подождите. Короче, что-то с этой колонкой, мне кажется, не то. Блин, такая красивая колонка, и что-то не работает. Смотрите, если ее вытащить, то она вообще перестает работать. Это брак. Реально заряжалась минут 30, блин. И вообще не пашет. Она не пашет. Не работает? Неа. Ну, в смысле, она пытается работать, когда она подключена, но ничего не ищет. Это вообще. Да. А на нее такие надежды были. Какая-то что-то пытается, но не работает. К сожалению, похоже, колоночка бракованная.